Девушки отдыхают Всем, что было необходимо для победы в войне против нацистов Мало известно о плане эвакуации более 1500 русских заводов с путей прохождения гитлеровских армий В вагонах, на платформах, на грузовиках, часть за частью эвакуировались целые предприятия На востоке, за Уралом, здесь в Сибири и здесь в Центральной Азии заводы монтировались вновь На них производилась жизненно важная военная продукция для фронта Наша история на восток Неизвестная война Ведущий рассказчик Берт Ланкастер, художественный руководитель проекта Роман Кармен Адаптация сценария Род МакКюэна и Фред Виннер, исполнитель и продюсер Исаак Клайнерман На восток История, любили говорить немцы, познается через дуло пушек И им предстояло на себе испытать истину этого высказывания Привыкшие со времен Бисмарка мыслить категориями крови и железа Весной 41-го года они были готовы к походу Гитлера на восток Он сказал им, что Советский Союз уже созрел для гибельной жатвы В Германии уголь и сталь были в изобилии Ее технология была передовой, ее промышленность высокопроизводительна А резерв ее рабочей силы распул за счет притока рабского труда порабощенных народов Вся Германия под руководством Гитлера объединилась и поставила перед собой одну задачу Завершить разработку своих планов для операции «Барбаросса» Целью которой было уничтожение Советского Союза Целью которой было уничтожение Советского Союза Весной 1941 года Германия находилась в зените своего могущества, и каждый немец ощущал себя причастным к этому, они чувствовали, что пришло их время. Аппетит Германии был ненасытным. Еда поступала поездами, множеством поездов со всех покоенных земель. Рыба из Норвегии, яйца из Бельгии, сыр, мясо, вино из Дании, Голландии, Франции. Это были плоды победы, и каждому досталась своя доля изобилия, которая принесла с собой война. Менее чем за десятилетия Гитлер сумел стереть память о позоре Первой мировой войны и сделал немцев хозяевами всей Западной Европы. Германия пели они, Германия превыше всего. Теперь знакомая картина повторялась на Востоке, только в гораздо более грандиозных масштабах. 22 июня 41-го года Блицкрик прорвал границу для того, чтобы уничтожить Россию, сокрушая ее города, села, людей. Блицкрик прорвал границу для того, чтобы уничтожить Россию, сокрушая ее города, села, людей. Для сотен тысяч мирных граждан на пути вторжения привычный мир был разрушен, и они наблюдали, как их будущее гибнет в огне пожаре. Пожары бушевали от Балтики до Черного моря, пожирая фермы, села, фабрики, города. Спасение было в бегстве. По всей Украине, Белоруссии и Прибалтике потянулись потоки беженцев. Боясь за свою жизнь, ошеломленные, они знали только одно направление – на восток, подальше, вглубь России. С собой они брали самое дорогое. Сотни, тысячи, десятки, затем сотни тысяч потоки сливались в реки. Сдержанные и терпеливо, они ждали своего единственного шанса на спасение, хотя железные дороги уже бомбились с воздуха нацистскими самолетами. Но они ждали целыми днями, без единой жалобы. То, что им приходилось оставлять, составляло большую часть национального богатства России. Захватив Украину, немцы завладели богатейшими источниками зерна, сахара, свинины, говядины, молока, масла и сыр в России. Они захватили крупные металлургические угольные центры Донбасса. Они пожирали все, что имело хоть какую-то ценность. То, что им было не нужно, они уничтожали. Жертвам вторжения часто приходилось оставлять даже самое малое, что они успели спасти от разрушения. В Москве советское правительство основало комитет по эвакуации уже на третий день войны. Он должен был заниматься вынужденным исходом миллионов и перестройкой всей экономики. Одним из организаторов этого комитета был Алексей Косыгин, позже премьер-министр Советского Союза. Мы были вынуждены на время оставить самые развитые районы страны. Россия традиционно росла с запада на восток, как, например, Соединенные Штаты росли с восточного побережья. У нас больше не было стали и железа с юга. У нас больше не было самых плодородных земель. Фашисты захватили наш самый главный источник угля, в то время Донбасс. Для продолжения борьбы и достижения победы нам было необходимо в беспрецедентно короткое время реорганизовать всю национальную экономику с учетом военных нужд, переместить значительную часть нашей промышленности на восток и создать там, зачастую на голом месте, крупнейшие оборонные предприятия. Мы должны переместить значительную часть нашей промышленности на восток, создать там, зачастую на голом месте, крупнейшие оборонные заводы. Главное орудие победы... Более 95% всего вооружения и боеприпасов выпускалось в нашем советском тылу. Разумеется, мы должны отдать должное тем, кто помог нам с оружием и снаряжением в военные годы, нашим союзникам. Мы склоняем головы перед величием бессмертного подвига тружеников тыла. Летом 1941 года из западных районов Советского Союза на восток потянулся нескончаемый поток людей, продовольствия, оборудования, тысячи заводов, миллионы людей. Миллионы. Задача была почти невыполнимой. Демонтировать конвейеры, снять все оборудование, погрузить его на поезда и проходы, завод за заводом, в то время как раскаты орудий приближались все ближе и ближе. Леонид Брежнев руководил перемещением заводов из некоторых районов Украины. Один важный завод в Ленинграде был демонтирован уже после того, как город был окружен и был вывезен из города под непрекращающимся нацистским артобстрелом. Рабочие уезжали из Ленинграда вместе со станками и оседали в Сибири. Буквально через несколько дней производство уже шло на полную мощность. То, что нельзя было вывезти, уничтожалось, включая огромную гидроэлектростанцию на Днепре. Сотни больших заводов, сотни городов Западной России собирались в дорогу. Рабочие уезжали вместе с ними. Таков был план. Этот план составил в том, чтобы создать промышленность для выпуска оружия, которое могло спасти страну. Это был план невиданный до ныне, и осуществление его было почти невероятным. В этой огромной миграции было много потерь и неопределенностей. Насколько было возможно, спасались произведения искусства. Треть бесценной коллекции Эрмитажа в Ленинграде была перевезена на Урал. Татьяна Соколова работала в те дни в Эрмитаже. Если вы вспомните позу, в которой сидит Вольтер, опираясь на локотники своего... Если вы помните позу, в которой сидит Вольтер, то представьте, если сможете, что эту скульптуру спускают по лестнице, и она начинает качаться. Вольтер сидит как живой, невероятно живой. Вольтер с блестящими глазами, с таким ироничным взглядом, что кажется, камень оживает. И он совершенно явственно сказал, не волнуйтесь, я вернусь. В колхозах в последний раз поля пересекались сельскохозяйственными машинами, которые перевозились для обработки целинных земель на Советском Востоке. Там, где позволяло время, на дальние пастбища бережно эвакуировался племенной скот. В спешке, когда враг уже приближался, собирали урожай, спасая все, что могли. Остальное сжигали, чтобы не досталось немцам. Одна только статистика не может показать, что удалось спасти, а что было потеряно. Советские железные дороги были одними из самых протяженных в Европе. На них действовало много поездов и локомотивов. Они привыкли к тому, чтобы перевозить большое количество грузов. Приспособленные к условиям войны, железные дороги стали жизненно важной артерией в доставке войск на фронт и в эвакуации населения подальше от линии фронта. Они стали одной из главных целей немцев. Люфтваффе свирепствовало на железной дороге, бомбя, и стараясь создать как можно больше паники. Эта тактика хорошо оправдала себя при покорении Франции. День за днем, неделя за неделей, нацистские бомбардировщики бомбили железные земли. Здесь было так же опасно, как и на линии фронта, и здесь нельзя было ответить ударом на удар. Железнодорожники, ремонтники, сцепщики, те, кто работали на этих станциях, все время находились в смертельной опасности. Работая под открытым небом, они были абсолютно беззащитны. То, что бомбардировщики уничтожали за минуты, приходилось расчищать часами, днями. К счастью, немцы были во всем педантичными. Они придерживались твердого расписания. Так что поезда можно было увезти из опасной зоны и задержать, пока не кончится налет. Затем они шли по назначению. Советы начали войну, имея изобилие подвижного состава. Теперь им приходилось беречь каждую единицу транспорта. Невзирая на все препятствия, железнодорожное движение продолжалось. Железные дороги были артериями России. Несмотря на все разрушения, завалы на железных дорогах расчищались, и путь на восток и на запад опять был свободен. Не было времени проверять поврежденные поезда или подыскивать замену. Существовал выбор, прорваться или умереть. Для железнодорожных команд каждая миля была испытанием, так как их путь лежал в радиусе действия нацистских бомбардировщиков. Ближе к передовой железнодорожники попадали уже под обстрел немецких пушек и любого случайного немецкого самолета, летящего над полями сражений. Елена Чохнюк была одним из машинистов. Я сначала не знала. Думаю, ну что такое? Вот шатает вот так вот, старовозы, вагоны, все. Сначала я не могла понять. Думаю, что же это такое? Паровоз качает, и все тут. А это оказалось... Вот что. Немецкая передовая была уже у станции Ефремовка, рядом с Москвой. Когда я туда подъехала, паровоз стал раскачивать. Снаряды крупного калибра пролетали прямо у нас над головами, создавая вакуум, и паровоз раскачивался из стороны в сторону. Я увеличила скорость, и тогда я увидела в небе самолет. Господи, они будут нас бомбить. Я нажал на тормоза, бомбардировщик рассчитывал, что я пойду на большой скорости, и промахнулся. Все бомбы взорвались передо мной, а поезд не был поврежден. Иногда, правда, так не получалось. Как только я нажимала на тормоза, они бросали бомбы. Я считала свою работу вкладом в общую борьбу и достижение победы. В Сталинграде, когда мой поезд разбомбили, я вся обгорела. Все мои вещи тоже сгорели, у меня не осталось ничего, кроме моей формы. За первые шесть месяцев войны, полторы тысячи военных заводов были спасены буквально из-под носа немцев. Поезд за поездом шли в далекие края, в отдаленные районы России, на Урал, в Центральную Азию, в Сибирь. Это было подобно тому, как переправить промышленность Иллинойса на Аляску. Полмиллиона пассажирских вагонов по 2700 в день, целыми неделями, без перерыва, устремлялись сюда, с востока, от разрушений, в безопасность. Теперь, когда они были вне предела досягаемости Люфтваффе, их врагами стали недостаток времени и нехватка материалов. В первый год войны около 10 миллионов людей были переправлены на восток. Это была самая крупная миграция в истории человечества. После первых приветствий случались и конфликты, неизбежные при перемещениях такого масштаба. В заводских корпусах, в которых еще даже не было крыш, они трудились плечом к плечу, чтобы как можно скорее ввести заводы в действие. Земля Сибири тверда, как сталь. Ее приходилось взрывать, чтобы закладывать новый фундамент новых заводов. Не хватало бетона и стали. Но они работали всю ночь напролет при свете факелов и коптилок. В суровых погодных условиях Сибири руки рабочих примерзали к металлу. В общей сложности они построили две тысячи новых заводов на Урале и в Сибири, более одного в день в течение всей войны. Некоторые виды продукции здесь никогда не производились, и эти районы из глубинных превращались в индустриальное сердце страны. Заводы становились домами переселенцев. Жители западных районов, до сих пор не знавшие друг друга, люди из Москвы, Киева, Ленинграда, переселенцы СДО, наделились между собой всем, что у них было. Композитор Сергей Прокофьев и режиссер Сергей Эйзенштейн оказались среди переселенцев. Они снимали классическую картину Ивана Грозной, историю царя 16 века, чьи воины сделали Россию державой, с могуществом которой надо считаться. Этот фильм взывал к патриотическим чувствам людей и призывал к отчаянной борьбе против захватчиков. Они снимали его в степях Казахстана. Возрастающим потоком военное снаряжение катилось от Сибири на запад. Этот монумент посвящен не человеку, а самолету. Ил-2. Ил-2 – один из самолетов, в основном построенных на востоке. В начале войны в Советском Союзе было менее ста таких самолетов. К концу войны их насчитывалось 41 тысяча. В основании монумента написано, эти самолеты были нам нужны как воздух, как хлеб. Этот самолет – дань решимости русских создать превосходство над нацистами. Конструкторские бюро и исследовательские институты переезжали на восток вместе с военными заводами. Они производили и испытывали машины, которые окажутся лучшими, чем те, которые могли противопоставить немцам. У русских были блистательные конструкторы самолетов. Яковлев, Туполев, Лавочкин, Сергей Илюшин – гонструктор знаменитого Ил-2. Необыкновенно живучего штурмовика. Его моторы, носовая часть, были защищены броней. А фюзеляж сделан из дерева. Этот самолет было трудно повредить и легко ремонтировать. Немцы называли его «летающий танк». И это соответствовало такому названию. Штурмовики показали себя особенно эффективными против гитлеровских танков «Пантера». У руководителей этих новых гигантских предприятий было множество проблем. С захватом Украины советские люди потеряли почти все источники сырья для производства стали, а в Донбассе 60% угля. Одним из руководителей и организаторов промышленности тогда был Дмитрий Устинов. Он станет позже министром обороны Советского Союза. Я в те годы молодой инженер был назначен в партии на пост Народного комиссара вооружения. И сейчас я с большой теплотой и гордостью вспоминаю бескорыстный труд и усилия всех рабочих, инженеров, конструкторов, всех тех, кто героически работал для того, чтобы выковать победу, и с кем я работал плечо к плечу. Условия были труднейшие. Да, конечно, условия были труднейшие. Но несмотря на оккупацию больших районов страны, нам удалось не только увеличить выпуск боевой техники и материалов, но также добиться количественного и качественного превосходства над техникой врага. В годы войны все советские люди, как на фронте, так и в тылу, жили единой мыслью разгромить врага. Успех в тылу рождал победу на фронтах. И это была линия, которая проходила в сердцах солдат на передовой и тружеников тыла. За невероятно короткое время с конвейеров стали сходить новые виды вооружения. Промышленность была сконцентрирована на производстве небольшого количества видов, но они производились тысячами. Уже к концу второго года войны советская военная промышленность превзошла германскую. Морозов, Кошкин, Кучеренко, конструкторы революционно-нового танка. Это был танк Т-34, лучший танк, когда-либо произведенный за военные годы одной из сторон. Он обладал большой скоростью, был защищен тяжелой броней, обладал мощным вооружением. В 1940 году имелось всего 115 таких танков. За два года Красная Армия получила 12,5 тысяч таких танков. Советскому Союзу нужно было добиться второй мгновенной промышленной революции. Прежде всего найти новые источники железного сырья и других металлов на Востоке, и источники угля для работы заводов. Так как сражения продолжались, рабочие, которые были посланы на Восток, теперь нужны были в Красной Армии. Людские резервы, хотя и были огромными, постепенно истощались, а фронту нужны были все новые и новые люди. Но они также нужны были и на конвейерах завода. Эта нехватка заполнялась за счет тех, кто уже заслужил свое право на отдых. Старики учили молодых, вспоминая навыки мастерства, которыми они владели. Теперь их учебниками стали станки, прессы, которые производили вооружение для их отцов на фронте. Отец этого мальчика был убит в бою. Один из мальчиков вспоминает. Я был не очень высоким, так что пришлось дать мне то, на чем я мог бы стоять, чтобы работать за станком. Я всегда готовился заранее, чтобы, когда моя смена начиналась, я не терял бы ни одной минуты. Его смена продолжалась 12 часов. Дело было не в росте, а в энтузиазме и любви. Один из мальчиков вложил записку в собранный им пулемет. Это мой 10-тысячный пулемет. Я горжусь этим. Работа требовала мастерства и иногда большей силы, чем та, которой обладали дети, но они находили в себе эти силы. Основной работающей силой были женщины. Им тоже пришлось нелегко. Пришлось овладевать непривычным делом и преодолевать горесть. Женщина выполняла по 14 часов тяжелого труда на заводе, а потом шла домой, где ей нужно было готовить, ухаживать за своими детьми и престарелыми родственниками. И все, что она знала о своем муже, это то, что он на фронте, далеко на западе. Работа забирала большую часть моральных и физических сил. Ни одна русская женщина до этого никогда не работала у доменной печи. Здесь нужны были силы, большое мастерство, решимость. Фаина Шурунова была мастером доменной печи. Вначале я даже не знала, что люблю ли я, посознали ли я, пришла работать. А вот когда мы выплавили, первую плавку сделали, это специальный чугун. Так вы знаете, я на всю жизнь полюбила эту вторую домну. Вначале я не осознавала, нравится мне это или нет, намеренно ли я выбрала эту работу. Но когда мы сделали нашу первую плавку специального высокопрочного чугуна, я на всю жизнь полюбила эту домну номер два. Даже сегодня я ее люблю. Я разговаривала с ней как с другом. Я говорю, ну давай, давай, моя дорогая. Ты должна понимать, как мы нуждаемся в этом металле. Гимнастерки, шинели, рукавицы, сапоги. Всевозможные обмундирования для солдат сходили с конвейеров фабрик на Востоке десятками тысяч пар. Многие из рабочих ухаживали за своими семьями и стояли у станков. Везде, в каждой профессии, в каждом деле, где требовался квалифицированный труд, женщины заменяли мужчину. Это популярная песня, которую знали все. В ней говорилось об ожидании, об одиночестве, о надежде и о любви. Она называлась «Синий платочек». «Синий платочек». Милые встречи, нежные речи, нам возвратятся с тобой. Милые встречи, нежные речи, нам возвратятся с тобой. Неизвестная война. Половина русской земли была в руках нацистов. Трактора, перевезенные на Восток, вспахивали целину Урала и Центральной Азии. И большая часть этого труда, каким бы тяжелым он ни был, тоже легла на плечи женщин. Иногда перевозки осуществлялись таким экзотическим способом. И как будто перенесенных ими жертв было недостаточно. Женщины отдавали все ценное, что у них было, стране, фронту. По всему Востоку семейные драгоценности отдавались государству. Русские, казахские, украинские, киргизские женщины отдавали свои украшения и драгоценности для военных нужд. Отдавали даже обручальные кольца, которые соединяли их с мужьями, которых они, возможно, никогда больше не увидят. Золото, серебро, драгоценные камни составляли много тонн. На них покупались танки, пушки, военные самолеты. Некоторые отдавали деньги, свои сбережения. И люди становились в очереди, чтобы отдать их. Общая цифра составила 16 миллиардов рублей. То, что жертвовали люди, не могло заменить потерю больших нефтепромыслов Кавказа, шахт Украины, портов Прибалтики и Черного моря, гидроэлектростанции на Дону. Но это могло помочь построить новые. Даже те, кто уже сражался на фронте, вносили свои сбережения. Материальные ценности значили меньше, чем победа любой ценой. Актеры, художники, поэты, ученые все вносили свой вклад. Трупа Малого театра, самого известного в России, дала достаточно денег, чтобы построить целую эскадрилью истребителей. Русская православная церковь пожертвовала деньги на танковую колонну. Когда она была готова, патриарх Сергий прибыл, чтобы благословить ее и отправить в путь. Некоторые люди стали легендой, благодаря тому, что они сделали. Мария Октябрьская, с Волги. Ей было 27 лет. Муж Марии, офицер Красной Армии, погиб на второй год войны. Мария продала их дом и все, что в нем было, и купила танк. Она стала первой женщиной-танкистом в Красной Армии. Мария и ее экипаж участвовали во многих боях. Она была убита во время боев за освобождение Смоленска в сентябре 43-го года. Марию Октябрьскую похоронили с боевыми почестями. Многие русские женщины сражались на линии фронта во время Великой Отечественной войны. Еще больше работали на фабриках, военных заводах, в госпиталях. Расцветали яблоньи и груши, поплыли туманы над рекой. Может быть, это было для них и не совсем привычным делом, но они с ним справлялись прекрасно. Те, кому они приносили утешение, не забывали, чьи руки утешали их в страданиях. Песня. Песня. Некоторые женщины работали на двух работах. Смену на фабрике и смену в госпитале, и кроме этого они сдавали свою кровь. Но хуже всего, как всегда в большой беде, была детская доля. Многие остались сиротами, многие были разлучены со своими родителями в хаосе эвакуации. Многие были ранены, голодали, болели различными болезнями. Многие из детей получили ожоги. Всем им пришлось познать страх, боль и одиночество. На востоке многим из детей дали новую жизнь. Люди разных национальностей брали их в свои дома и очень скоро уходили прочь страх и одиночество. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Перевод большей части экономики огромных масс населения на слаборазвитые территории за тысячи миль, чтобы там создать потенциал, равный любой индустриальной державе, и в конечном счете превзойти по производству прекрасные немецкие заводы. Это признали беспрецедентным в истории общества. Война продвигалась на запад, и каждая битва и каждое сражение влекло за собой новых беженцев. Многие приезжали на восток, чтобы заново начать жизнь. Но именно первый поток этой гигантской эвакуации первых шести месяцев войны сделал победу возможной. Десять тысяч танков, сто тысяч самолетов, тысячи пуш, миллионы винтовок и пулеметов, десятки миллионов тонн боеприпасов. Это была их заслуга. Слезами и потом они перестроили советскую военную машину, сделав ее еще более мощной, чем когда-либо. Они превратили потерю в превосходящую силу. Теперь поезда шли без помех и на полной скорости. Они шли к Варшаве, Белграду, Берлину, к победе русских в неизвестной войне. КОНЕЦ Неизвестная война. Наша следующая история обороны Сталинграда. Многие на Западе сомневались в том, что советская армия может победить мощный вермахт. Но Красная армия боролась с нацистами до конца. За каждую улицу, за каждый дом, за каждую комнату. Во время этого сражения гитлеровская армия впервые понесла такие крупные потери. Это была величайшая битва в истории. Столько было поставлено на карту, что победа или поражение любой из сторон могли определить исход Второй мировой войны. Неизвестная война. Режиссер Игорь Григорьев, сценаристы Константин Славин и Джон Лорд, композиторы Владислав Казянин и Рот МакКюин, слова русских песен Евгении Евтушенко и Балата Куджава, директор картины Фабиан Могилевский, звукорежиссер Игорь Гунгер, международный координатор Роберт Эстас, военный консультант Павел Курочкин, историческая концепция Гаррисон Селсбери. Производство Совенфильм и Центральной студии документальных фильмов, директор ЦСДФ Евгений Козырев, вице-президент Совенфильм Александр Суриков, продюсер Константин Калзер, Саак Лайнерман, производство Фреда Виннера, Аэртайм Интернешнл. На русский язык фильм озвучен Союзкин и сервисом по заказу телекомпании НТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok